Прошлым летом мы узнали о том, что готовится к выходу очередной фильм во вселенной Терминатора. К сожалению. К настолько большому сожалению, что я даже записал про это отдельное видео, в котором подробно рассказал о том, почему давно пора оставить эту несчастную франшизу в покое. Можете его посмотреть, чтобы понимать почему. Главное, не читайте, пожалуйста, комментарии. Однако мы имеем, что имеем. И с тем фактом, что новому фильму быть, нам как-то придется уживаться. Тем более, что недавно вышел трейлер всего кенца, который раскрыл нам некоторые подробности того, что из себя представляет этот фильм. И, естественно, учитывая тот факт, что мое первое видео по теме было так тепло, встречено моими собратьями-фанатами франшизы, я решил, что мне стоит взглянуть на тот самый трейлер. И, ну, вы поняли, высказаться. Благо, есть о чем. Итак, фильм получил, наконец, свой заголовок. Терминатор Dark Fate. Или, как его у нас перевели, темные судьбы. Ведь наши локализаторы не знают разницы между единственным и множественным числом. Но это не страшно. Страшно содержимое того самого трейлера. Я постараюсь быть честным со зрителем в данном случае, хоть и все сказанное на этом канале всегда будет максимально субъективно. Уж извините. Для начала хотелось бы отметить то, что присутствует как положительное, так и отрицательное. Отрицательных моментов, к сожалению, больше. Но давайте по порядку. Естественно, приятно спустя столько лет видеть на экранах Линду Хэмилтон, вернувшуюся к своей самой значимой роли в жизни. Я не буду говорить, насколько персонаж Сары Коннор хорош, насколько игра Линда Хэмилтон в первом и втором фильме заслуживает отдельного внимания. Это много раз было сказано и до меня. Отмечу только лишь то, что я рад видеть Сару, которая снова играет значимую роль, а не просто выступает в роли диктофонных записей или... Кто-то может возразить и сказать, что в Генезисе Сара играла важную роль, но вы забываете про один важный факт. Это, блять, Терминатор Генезис. Ещё один хороший момент. Совершенно никакого фокуса на Арни. Абсолютно серьёзно, он в трейлере появляется всего на пару секунд, а учитывая, кто является самым иконичным персонажем франшизы, это несколько рвёт шаблон. В хорошем смысле. Правда, я не знаю, как в принципе попытаются объяснить его присутствие, ведь оба Терминатора Арни, отправленных в прошлое, немного... умерли. Хотя, может быть, он играет и не Терминатора вовсе, а Сержанта Кэнди. Ай! Я чип-мастер Сарджан Уильям Кэнди. Третий момент — отсутствие упоминания Джона Коннора. Заметили, да? Надежда человечества из прошлых фильмов не удостоилась никакого внимания. Она вообще никак не фигурирует в трейлере. Это вызывает некую интригу вокруг того, что всё-таки заготовили для его персонажа, но на этом хорошее или хотя бы интересное заканчивается. Да, как-то маловато вышло. Зато говна — полная тележка, как говорится. Во-первых, CGI хуже, чем в фильме 1992 года. Мать его, ну что это такое? Почему, блядь, ни один Терминатор за 27 лет не смог приблизиться к уровню Т2? Кэмерон, мать твою, ты вернулся во франшизу и одобряешь эту непотребную срань? Во-вторых... Ты почти как человек. Я и есть человек. Блядь! И ох уж эта тема с андроидами, которые считают себя людьми. Как она ещё не надоела сценаристам. Уже где только не обсасывали эту тему. Хорошо, плохо, по-разному. Даже Терминатор, мать его, отметился, если вы не забыли. Да-да, персонаж Уортингтона в Сальвэйшене. Хотя он, скорее, киборг, но неважно. Киборг-убийца. Суть в том, что этот конфликт героя с внешним миром и собой столь ненов и неоригинален, что хочется откровенно блевать. Насмотрелись, наслушались. В-третьих, по сути, главный персонаж, вокруг которого крутятся Сара Коннор и Маккензи, тут почему-то очень похожие на мужика Дэвис, не представляет из себя ничего, судя по трейлеру. Кто она, чем знаменита и зачем её спасают? Да, я понимаю, что трейлер фильма не обязан раскрывать деталей, но он должен заинтересовывать сюжеты, герои и так далее. А с этим он не справляется, ну, никак. Такие вот дела. В-четвёртых, Мистер Сложная Ебала, ну, то бишь новый вид Терминатора, который, видимо, размножается делением, выглядит даже менее убедительно, чем кореец из Генезиса, да чёрт возьми, даже чем Кристена Локен. Ну и самое главное осталось непонятно. Когда же происходит действие сего фильма? В прошлом году речь шла о постапокалипсисе, хотя в трейлере явно видны работающие заводы, дороги полные машин и всё такое. Значит, что всё-таки действия будут до дня Дэвис. Тоже один большой вопрос. Но понятное дело, что при любом раскладе Тёмная Судьба редконит события третьей, четвёртой и пятой части. С одной стороны, можно считать это плюсом, только вот сам факт редкона хреновых частей не означает, что со Вселенной не обойдутся ещё хуже, чем раньше. И да, после Генезиса возникал резонный вопрос. Куда уж хуже, но жизнь показывает, что пробивать дно можно бесконечно, было бы желание. А средства-то всегда найдутся. В общем, да, трейлер меня не убедил совершенно. Я по-прежнему считаю, что это всё зря было затеяно. И пора было бы уже оставить попытки вдохнуть в серию хоть какую-то жизнь, ведь не любая жизнь стоит того. Пойду ли я в кино на Тёмную Судьбу? Конечно же нет. Жду ли я её? Ничуть. Возможно, потом я и найду в себе силы посмотреть, что таки вышло у Миллера и Кэмерона, хотя бы для понимания того, что они сделали с персонажем Арни и куда дели Коннора, но не более того. Соглашаться со мной или нет, ваше право, но почему-то так всегда выходит, что я каждый раз оказываюсь прав. Кстати, заметили, что я вообще ни разу не раскритиковал фильм за то, что все три главных персонажа женщины? Учитесь! А вот песня, кстати, заглавная, это пиздец. Ну как так можно? Она же совершенно не подходит по духу ни трейлеру, ни терминатору, ни... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова